всем привет ребят сегодня празднуем день рождения артема владимировича и празднуем в авиапарке добирались сюда на в классе я честно говоря больше себе представлял эту поездку я думал это будет вот так шикарно как мы это все рекламируем как мы это видим все что у него необходимо есть то есть сиденья смотрят в серединку подсветка есть люки не открываются зарядки для пассажиров нет я попросил водителя дать нам тайп си меня телефончик садился он сказал что не дотянется до меня его провод и я могу в принципе ему свой телефон отдать и он будет заряжать я предпочел воздержаться дальше как только посадил ребенка салон то есть нам подготовили детское кресло вот ребенок сразу начал кашлять и говорить что ну то есть он ник не закашлялся начал делать давай понять что воздух помещение ему абсолютно не нравится потому что весь салон провонялся сигаретами не электронками не айкосом настоящими сигаретами и скорее всего это не пассажиры скорее всего это водитель потому что разовый запах он выветрится в машине просто стоит смрад сигарет едем дальше машину ждали мы полчаса нет не полчаса чуть больше двадцати минут когда садились в машину старшая дочь сказала что ее подташнивает и поэтому мы решили перестраховаться и попросить на всякий случай у водителя гигиенические пакеты ну просто чтобы лежал под рукой на случай укачивания оказалось что нет он начал у себя под ногами искать какие-то просто пакеты но потом по итогу сказал что их нет тактично объяснил что нам и не надо а да ну и столкнулись с классической проблемой что детские кресла которые в яндексе у самозанятых они не соответствуют по категории то есть я указал детское кресло первой категории водитель приехал с детским креслом трансформером которая рассчитана на вторую и третью категории для 1 они не подходят то есть там нет пятиточечных ремней там только обычный штатный ремень которым пристегивается и ребенок и детское кресло объясню при дтп весь вес этого кресла придется на ребенка на ремень придется и вес ребенка и вес детского кресла вот для детей двух лет это недопустимо в общем вот так вот состоялась поездка на самом деле я хотел заказать две машины к плюсу и я думаю что мы бы уехали более комфортно но решили попробовать минивэн по деньгам было то же самое но результатом остался как категорически недоволен так ребят вчера мы классно погуляли сейчас ставлю пару кадров из торгового центра где отмечали день рождения артема владимировича капелька вверху капелька там так это макет аквариума авиапарка а это строительная площадка здесь можно заниматься стройкой для этого есть вот такой вот башеный кран которым можно управлять на пульте управления и собственно перетаскивать трубы там и так далее а можно взять на прокат любой из этих пультов и управлять вот такой техникой самосвалами тракторами и вести работы вот на вот этих площадках а он погрузка песка идет смотрите шикарно и поехали выгружать и 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 молодец и и и и и и и до и и и и и и и и и А вот наша мама заблудилась. Куда она пошла? Не знаешь, куда она пошла? Реально, идешь, знаешь... Лоб не разбили? Нет, пальцы венчайно дернули. Ударила. Пусть фирм вынесли. Перронь. Скажи, если я хочу губы вытереть, что мне нельзя, что ли, да? Покажи, как ты губы вытираешь. Покажи, как. А папе, а папе вытри. И папе. Еще вытереть. И так. И еще. Маме будешь вытереть? Короче, были мы в Иль Патио. И я остался крайне недоволен. Большой. Так. Последие. Самое сахара. Ст endorseite, прикольно. Все начинается приольного. Самое проехали. Вон Мурена Настя, ее видно только нос, вон она, вверх лицом сидит. Вот так подносим контролер, вот так вот к нам преподаем, оттягиваем, после чего отпускаем вот этот кнопок, и если у тебя птичка суперспособности, знаешь какие птичка суперспособности? Вот, чтобы применить суперспособность, нужно вот так. Да, Тёмке очень понравилась спецтехника, на любой вкус и цвет, трактора, прицепы, тягачи, управляются джойстиками. Вот аренда спецтехники, от 400 рублей до 850 за вот такие вот экскаваторы. Вот здесь щепень насыпается в вот такие грузовики, вот тут работают экскаваторы. Короче, а, ну вот здесь можно покататься на багги. Ребят, мы вчера были в альпатио, и ну это будет прям антиреклама, потому что мне ужасно не понравилось. Не понравилось всё, кроме обслуживания. Почему? Ну, официанты были молодцы, они взяли на зарядку мой Powerbank, поставили на зарядку мой телефон. Классное обслуживание само было, то есть в этом плане нормально. Но, что пицца, у меня были какие-то слишком завышенные ожидания, наверное, от пиццы, короче, ну вот прям странно. Вот, кофе, вообще я его даже не допил, просто оставил недопитый. Ну, видели в кадре, я пил кофе, да, вот, собственно, его принесли, я тогда сделал пару глотков, понял, что это пить нельзя и оставил. Вот. И мы пошли потом в ресторан, который называется Таксим Майдан. Мы там уже были раньше, нам там очень понравилось. Это турецкий ресторан шикарный, где турецкий стиль обслуживания, турецкое отношение к детям. Это прям вот как, когда в Турции были в отелях, в ресторанах, вот примерно такое же отношение. И это прям подкупает. Вот. Но, помимо этого, там очень вкусно. Тогда мы ели ягненка, свадости какие-то и турецкий кофе пил я. В этот раз я, естественно, взял тоже турецкий кофе. Это просто шикарно. Причем шикарно и кофе, и подача, и даже лукун, который подается вместе с кофе, он просто идеальный. Вот. Мы взяли те же свадости, которые брали в прошлый раз. Я не знаю, как это называется. Это теплое тесто с фисташками. И подается с мороженым. Все шикарно. И вкус, и контраст теплого, холодного, и сам вкус, сочетание. Ну, просто шикарно. Рекомендую вот эту вот шайбу, короче, из теста. Рекомендую. Я не знаю, как она называется, но это очень вкусно. Вот. И на этот раз мы брали и другие сладости. Но вот этот медальончик – это просто божественно. Рекомендую всем. Ну, и традиционно тоже самое шикарное обслуживание. Нам там очень понравилось. Рекомендую всем. Четвертый этаж авиапарка «Токсим Майдан». Вот. И хочу немножко реабилитировать В-класс. Назад мы тоже добирались на В-шке. Она была проще, кстати. Комплектация была проще. Без подсветки, без панорамной крыши. Но как же я остался доволен второй поездкой. Приехал водитель Андрей, запомню. Встретил нас, установил кресло. Ну, единственное кресло было немножко грязноватое. Вот. Установил кресло. Кстати, кресло тоже не соответствовало категории, как и в первый раз. Хотя я указывал первую. Было универсальное. Вот. Вот. Но. Зарядки были. Водитель, я так понимаю, в основном работает по вильне. Мы с ним разговаривали. Ужасно. Ну, то есть, человек не очень изучает YouTube, так сказать. Вот. Он не понимает, почему у него падает рейтинг. Он не в курсе вот этой темы с отменами. Вот. Он ненавидит цены в Яше, ненавидит систему рейтинга. Вот. И в основном пытается работать по вилле. Но по вилле сейчас, в текущий момент, недостаточно заказов для того, чтобы нормально себя чувствовать. Поэтому приходится включать Яндекс. Но, говорит, как только пойдут заказы, говорит, Яндекс даже включать не будут. Вот. Короче, назад мы ехали с максимальным комфортом, с замечательным водителем. Мне очень понравилось. Ну, и ехали почти в два раза дешевле, потому что туда мы добирались. Это была платная подача, которая стоила больше тысячи рублей. А назад машина была с короткой подачей. Где-то минут 13, по-моему, подача была. Вот. И, соответственно, мы за подачу уже не платили. И поездка стоила меньше трех тысяч. В общем, день рождения отметили шикарно. Добрались домой хорошо. Единственное, виновник торжества выключился прямо в машине, потому что устал неимоверно. Но это приятная усталость. Короче, все хорошо. Я поехал в Беларусь. Всем привет.